Всем привет! С вами канал Все про Android и сегодня речь пойдет о двух программах, которые помогут вам проверить скорость вашего интернет соединения и убедиться в том, что ваш провайдер вас не обманывает, а предоставляет вам скорость, которая указана, допустим, в вашем договоре. Первая программа Speednet Test, но она довольно-таки проста и о ней, я думаю, что все уже знают. Достаточно нажать кнопочку проверить и вы получите пинг, скорость получения и скорость передачи данных. Это приложение довольно-таки простое, оно позволяет сделать короткий тест, но если вас заинтересует расширенный тест, вот программка, которая называется Nperf, она поможет вам пройти более расширенный тест и просмотреть следующие результаты. Это результаты скорости, как и в программе Speednet Test, результаты броузинга, то есть загрузка определенных сайтов, с какой скоростью происходит и тест на стриминговое видео. Сейчас мы пройдем полный тест и посмотрим, что нам показывает данная программка. Вот в первом случае показывается технология Wi-Fi, ваш провайдер, сеть, к которой вы подключены, скорость загрузки, скорость выгрузки, то есть скорость отдачи и latency, насколько я понимаю, это уровень сигнала, уровень сети. Если я, конечно, не ошибаюсь. Следующая подкладочка в полном тесте это Browsing Test. Будет произведено соединение всевозможными сайтами от Google, Facebook, Yahoo, показано время соединения, размер загруженных данных и процент загрузки. После этого теста у нас будет стриминг тест, то есть тест на... Сейчас дождемся все-таки. Вот с Амазоном у нас даже не соединилось. Тест на... Загрузку видео с YouTube в различных разрешениях 240, 360, 720, к сожалению, нету 1080. И время инициализации загрузки, буферизации, полное время и количество данных, которые будут закачаны, на ваш смартфон, то есть ваш трафик при просмотра видео в определенном разрешении. Программка довольно-таки интересна и отличается от программы Speednet Test более расширенным функционалом. А именно, как я уже говорил, это Streaming Test и Browsing. Всегда можно выбрать тест, который бы вы хотели посмотреть. Подкладка есть для этого. Сейчас опубликуются результаты. Можете выбрать определенный тест в подкладках. О настройках я рассказывать не буду, поскольку там все понятно. Там есть возможность выбрать оформление и просмотреть также вот History. Это историю ваших тестов. Вот такое вот короткое видео. Надеюсь, оно вам пригодится. Да, кстати, вот можно расшарить свои результаты. Не знаю, кому это надо. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!